Сегодня речь пойдет о будилище Севейда Дистанц Тревел длиной 2 метра 10 сантиметров и с заявленным тестом 10-42 грамма. В последнее время рыбалка требует мобильности, поэтому стали востребованы тревел удилища, которые компактно собираются и которые можно легко перевозить в рюкзаке. Тестовый диапазон до 15 грамм включительно у меня перекрыт другим удилищем, но иногда условия рыбалки предполагают применение тяжелых воблеров длиной 110-130 и даже более миллиметров и джига с массой грузиков 15-20, 25 и даже 30 грамм. Поэтому требовалось более мощное удилище и выбор упал на Севейда Дистанц Тревел. Честно говоря, когда удилище ко мне пришло, я немножко разочаровался, потому что оно мне показалось таким дубовым, швабообразным и возникли опасения, что оно не будет грузиться при забросе приманок ближе к нижнему тесту. Но, как показала практика, с загрузкой при забросе у этого удилища все в порядке. Оно хорошо выстреливает и 8 граммовые джиговые приманки и 10 граммовые, но по-настоящему грузится начиная даром с 15. При этом бросает хорошо и 30 и 40 граммовые приманки, не проваливается, хорошо грузится, они хорошо вылетают на большую дистанцию. По твичингу это удилище справляется со 130 воблерами, больше я не пробовал, но я уверен, что если будут какие-то неупористые воблера, массы более 30 грамм и длиной 150-160 миллиметров, то этот спиннинг справится. По чувствительности под джигу в идеальных условиях слышно падение на дно грузика массой 8 грамм. Это на выбросе. Если дно будет мягким, будет ветер, будет течение, ну тогда комфортный весовой диапазон поднимется до 15 грамм. То есть начиная с 15 грамм вы что-то будете чувствовать в руку. По вершинке, вершинка тут жесткая и довольно толстая. Вершинка начинает отрабатывать хорошо визуально на джиге, начиная с 15 грамм. В 20 грамм уже чувствуется комфортно, уже хорошо видно и визуально, и в руку хорошо дает. Колечки. Здесь я считаю, что такой тип колец способствует наиболее дальнему забросу. Причем тюльпанчик противозахлестный, раненки противозахлестные. В общем удилища вполне соответствует своему названию дистанции. Как оно ведет себя при забросе приманок разного веса, сейчас мы с вами посмотрим. Начнем с джиговой приманки с грузиком массой 30 грамм и затем пойдем по нисходящей. Теперь посмотрим на заброс приманки с грузиком массой 14 грамм. А чтобы лучше видна была работа бланка удилища. Демонстрация будет происходить в замедленном режиме. Демонстрация будет происходить в мебельном режиме. Даже при забросе приманки с массой грузика 8 грамм, хорошо заметно, что бланк удилища также работает. Самой тяжелой приманкой, которая была у меня в наличии, оказалась блесна массой 38 грамм, ее заброс вы сейчас видите. При работе на выкачивании, спиннинг будет вести себя примерно так. А сейчас я попытаюсь продемонстрировать вам, как ведет себя удилище при движении воблера массой 16 грамм. Продолжение следует... Масса удилища производитель не заявляет, но я замерил, взвесил его. Масса этого удилища составляет 133 грамма. Заявленная транспортная длина удилища составляет 58 сантиметров. При этом нижнее колено на 1,5 примерно сантиметра длиннее всех остальных. Это главное для того, чтобы при транспортировке обеспечить защиту верхних более слабых колен. Чехол здесь очень жесткий и закладывать и вынимать из него удилища некомфортно. Но возможно это поспособствует более надежной транспортировке. Обычно удилища, которые способны справляться с твичингом воблеров длиной 130 миллиметров, представляют собой швабру, которой неудобно ловить более легкими приманками. Скажем там, воблеры 90-100 миллиметров и массой 9-10-12 грамм. Такими удилищами бросать некомфортно. Это удилище довольно прилично выстреливает даже легкие приманки. Легче 8 грамм я не ставил, но с 8 граммами мне ловить довольно комфортно. 8 грамм бросаются легко. Вершинка подгружается, выстреливает приманку. Приманка улетает на пруличное расстояние и рука при ловле не устает. И при забросах, и при активной анимации. В работе удилище ощущается цельным. Все стыки плотные, здесь никаких шпиготов. При разъединении возникает характерный звук, как открываемая пробка из бутылки. Более 40 грамм этим удилищем я забрасывать не пробовал. Поэтому не знаю, насколько оно терпит перегруз. Но мне в принципе в настоящих условиях такие тяжелые приманки не нужны. Поэтому сейчас у меня двумя удилищами перекрыт тестовый диапазон. Начиная с трех и заканчивая 40 граммами. У меня два тревел спина перекрывают весь этот тестовый диапазон. И я доволен что одним, что другим удилищем. Продолжение следует...